Любовь – это имя, а Яровая – это фамилия. В революционном кино с таким названием рассказывается вовсе даже не о любви, а о гражданской войне в советской России. Шел примерно 1920 год. Красная армия билась за Крым с белогвардейцами. И победа красных была уже близка, но небольшой городок, где происходят события фильма, переходит из рук в руки. И вот однажды местная учительница Любовь Яровая встречает в этом городке своего мужа, которого она раньше считала мертвым. Но ее муж маскируется под красного, хотя на самом деле является секретным шпионом белых. А Любовь Яровая маскируется под белую, хотя на самом деле является красной. Но когда Красная армия захватывает город уже окончательно, Любовь Яровая поступает так, как ей велит любящее сердце законной жены. Она без сожаления и даже без развода сдает своего белого мужа в красную тюрьму. Вот такая была Любовь. Видимо, эта тема была близка советскому народу, потому что фильм «Любовь Яровая» переснимался в Советском Союзе, а на театральных подмостках следы революционерки Яровой буквально не успевали остывать. Но только на подмостках. В реальной жизни следы революционерки теряются, потому что в те революционные годы жен белогвардейцев ссылали куда-нибудь на Колыму. Напомню, что автор книги Константин Тренев получил за кьесу «Любовь Яровая» сталинскую премию в 1941 году. А его книга входила в программу изучения русской литературы в советской школе. Вот такая русская литература.